Добрый день! Сейчас я покажу, как подготовить буклет к печати, который примет любая типография. Так, открываем. Вот у нас мне достался такой буклетик. Первое, что нам надо сделать, это проверить наши размеры нашего буклета. Первое. Нажимаем документ Setup или Ctrl-Alt-P. И смотрим. Edited Artboards. Ширина 297, высота 210. То есть это у нас получается формат А4. Обратите внимание, что это будет буклет, который будет фальцеваться на три части. Раз и два. То есть он будет складываться. В данном случае у нас идет... Это у нас первая страничка. Это у нас последняя. А это будет вкладываться вовнутрь. Что нам для начала надо сделать? Нам надо отодвинуть все элементы от края страницы, нашей страницы, на 4 мм. Как это сделать? Я обычно рисую как бы рамку, чтобы потом можно было удобно это все проверить. Рисуем рамку, которая идет вовнутрь на 4 мм. То есть в моем случае это будет 292 мм... Ой, 289 мм на 202. Окей. Выравниваем это мы посерединке. Убираем align to artboard. И... Горизонтально, вертикально. Правой клавишей нажимаем и говорим make grids. То есть делать направляющие. Вот у нас такая зелененькая линия направляющие. То же самое мы делаем на второй страничке. Make grids. Хорошо. Итак, смотрим поближе. И что характерно, нам очень надо знать, чтобы все странички заворачивались и был красивый буклетик. Я сейчас попробую объяснить смысл. То есть, что я делаю? Нам надо нарисовать сначала три одинаковых прямоугольника от края страницы. Раз. Я их копирую. Ну, это как бы быстрый... Быстрый способ выяснить, какой у нас буклет. Делаем их... Растягиваем. Теперь они у нас абсолютно одинаковые. В чем загвоздка? В данном случае я сделаю сейчас прозрачным. И допустим красным, чтобы вам было легче было видно. Красный контур. Вот. Обратите внимание. Тут надо хорошо понимать, что та страничка, которая заворачивается, она должна быть меньше, чем главная. То есть, вот эта вот страничка и вот эта страничка, они должны быть одинаковые и меньше, чем вот эта. То есть, для того, чтобы их сделать меньше, я их беру раз, выделяю и делаю их чуть меньше. Для того, чтобы вовнутрь не зацеплялось. Хотя бы, ну, буквально миллиметр, полтора, два. И первую страничку увеличиваю. Тогда у нас будет последняя страница хорошо загибаться вовнутрь. И тогда оно не будет соприкасаться на фальцовке. Я надеюсь, что я правильно объяснил. И так же делаю с этими страницами Make Grids. Make Grids. Покопирую. И помещаю на оборот. Важно. Ctrl F. Тогда оно копируется в то же место. Важно здесь понимать, что на обороте у нас идет зеркальное отражение. То есть, мы наши направляющие, которые мы только что подвигали, делаем зеркальными. Выбираем Reflect To. Зажимаем Shift и зеркальными. Вот. Обратите внимание, теперь у нас правильно. То есть, у нас вот эта страничка будет главной. То есть, больше, чем вот эти две. Итак. Смотрим дальше. Я делаю так, чтобы наши направляющие нам не мешали. Gids. Lock Gids. И смотрим. Обратите внимание. Заголовок у нас с тенью. Некоторые типографии тень не воспринимают. То есть, нам ее надо разделить от нашего объекта. И в данном случае она выходила за наши 4 мм. Да. Еще что хотел сказать. Вовнутрь тоже желательно дать какую-то рамочку 4 мм. Чтобы не все соприкасались наши элементы. Для чего это сделать? Для того, чтобы мало ли в типографии можно было варьироваться беговкой. Чтобы буклет был ниже автоматом все идет. Поэтому нам лучше предусмотреть этот момент. Поэтому я еще создам несколько Gids. То есть, я делаю 8 мм на 210 мм. Ок. Она у нас. Я ее ставлю посерединке наших линий. И делаю вторая. Делаю из них тот же направляющий. MakeGuyte. То же самое делаю наоборот. Наверное, самое сложное в этом, это понять, насколько правильно будет соприкасаться наши элементы. Насколько размеры будут правильнее. И так далее. То есть, это самое главное. Одно из самых главных. Еще какие-то объекты у нас снизу. MakeGuyte. Все. Теперь нам четко и понятно, что, где и как. Ну, это в пределах допустимого. В принципе. Но мы можем чуть уменьшить. В этих пределах. Дальше пошли. Типографии. Для того, чтобы приняла любая типография, нам первонаперво... Да, кстати. Еще один момент. У нас 210 на 297. Но в данном виде буклета не учтены размер под обрез. То есть, 2 мм должно быть на вылет. Это готовый у нас буклет. А нам надо для того, чтобы типография не напортачила и сделала все хорошо. Нам надо добавить по 2 мм с каждой стороны. Как это сделать? Заходим в параметры документа. Или Ctrl, Alt, P. Нажимаем. Вот, смотрите. Блиц. Это у нас вверх, вниз, лево, право. И добавляем по 2 мм. Обратите внимание, что оно добавляется автоматом на все. Потому что у нас стоит галочка делать все под одно. Нажимаем ОК. Все. Вот наши 2 мм. Но наш фон, он исключительно подготовлен. То есть, нам надо его немножко растянуть. В редких случаях, если хороший дизайнер сделал вам хороший документ, вам не составит особого труда это все исправить. В некоторых случаях это проблема. На обороте я тоже увеличиваю. Все. Готово. Дальше. Что мы дальше делаем? Да. Как я и говорил, что для того, чтобы любая типография приняла нашу печатную продукцию, нам необходимо избавиться от прозрачности, от теней, от картинок как таковых. Мало того, что картинки могут быть RGB или CMYG. Как известно, что типографии принимают только CMYG-овские картинки. Поэтому, вот, если мы выберем частичное выделение, или клавишуа, нажмем белую стрелочку, мы можем посмотреть, какие у нас изображения. Первое изображение. Transparent RGB, то есть картинка RGB. Картинка RGB, картинка RGB, картинка RGB, картинка RGB и так далее. Это у нас CMYG. Хорошо. Это у нас тоже CMYG. Посмотрим на обратной стороне. RGB. RGB. Тоже какие-то размеры у него непонятные. RGB. Но я вам обрадую, это не составляет огромного труда исправить все это и подготовить печати. Главное, чтобы качество их было приемлемым. Ну, качество хорошее. Мы, видимо, не помещали. Просто поместили, как есть. И все. Увеличили. Картинка хорошая. Увеличили. Картинка хорошая. Как узнать, хорошая картинка или нет? Нам надо процент выставить 100. Вот мы видим. А, это фотошоп. Тут такое не прокатит. Так, чудесно. Что мы делаем дальше? Мы будем сейчас освобождаться от... от теней, картинок и приводить к нормальному виду. Также вот мы видим, если мы перейдем в режим Wireframe, Ctrl Y, то мы видим, сколько у нас объектов всего. То есть, вот от этого надо избавляться, потому что мало ли в типографии могут что-то не то сделать. Итак, что же нам в первую очередь надо сделать? В первую очередь нам надо убрать все тени в наших текстах. Я вижу только в одном месте тень. Это на заголовке. Тут тоже есть тень, тут тоже есть тень, тут тоже есть тень. Ну, картинки и тень, это ничего страшного. Нам главное отделить текст, вектор, от тени. Что нам надо сделать? Объект, выделить наш текст, объект, Expand, Appearance. Дальше, правая клавиша, Ungroup, теперь у нас отделено текст от нашей тени. Ctrl Z, возвращаем обратно. Дальше, что мы делаем? Нам надо растрировать все растровые элементы. то есть, растровые элементы у нас какие? У нас идут фон, картинки, обратите внимание, вот у нас цветочек прозрачный, но он не на вылет. Его надо сделать обязательно на вылет наши допустимые два миллиметра и к серединке. Плюс-минус полмиллиметра. Ничего страшного не произойдет. Перед растрированием я рекомендую всем перевести весь текст в кривые. То есть, сейчас он может редактироваться. если вам дали бесправки, ну, желательно, конечно, перед тем, как что-то делать, пересохранить документ, потому что, если заказчик захочет что-то изменить, то вы замучаетесь исправлять это все. Но заказчик должен обычно передавать в кривых. текст в векторе. Как нам это лучше сделать? Берем, нажимаем Ctrl-A, выделяем весь текст или мышкой, как вам удобно. Type Create Outlines Shift-Ctrl-O Все. Текст у нас в кривых, он у нас в векторе. Отлично. Дальше. Мы будем сейчас растрировать. Выделяем наши... Ага. Например, как выделить тень под этим. То есть, мы можем заблокировать Ctrl-2 и выделить тень. Видите, только тень выделяется. Либо при помощи быстрых направляющих. Поэтому долго играться будем. раз. Картинка. Фон. Еще картинка. Она группой выделилась. Еще картинка. Еще картинка. Обратите внимание. Я делаю это только на первой страничке. Дальше мы идем в объект Rasterize. Выбираем CMYK 300. То есть, все картинки, которые у нас были RGV, они становятся CMYK. ну и не думайте поставить transparent. Пусть будет white. То есть, белый фон после ростеризации. Anti-Aliasing. Нам нужно Art Optimized. То есть, мы можем Type для текста, но нам лучше Art для картинок. Ок. Обратите внимание, почему у нас белый фон. Потому что у нас в фоне были дополнительные элементы, которые продвигаются дальше. Как от этого избавиться? Во-первых, после операции ростерирования нам надо определить ее на задний план. То есть, я нажимаю объект Range Bring to Backward или Back Ctrl-Shift квадратная скобочка влево Send to Back Есть. Дальше я рисую рамочку. Сейчас абсолютно не важно какого там цвета. Shift-ом выделяю нашу отрастрированную плоскость. Я делаю маску. Clipping Mask Make Ctrl-Shim Есть. И опять же делаем Range Send to Back. Все. Ту же самую операцию мы делаем с нашим оборотом. Выделяем. Раз, два, три, четыре, пять. Эти картинки. Все. И обязательно фон. расстарайся. Объект Range Send to Back. Также делаем, рисуем наш прямоугольничек. шифт-ом выделяем наш объект и делаем маску. Объект Make объект Arrange Send to Back. Обратите внимание, для того, чтобы я обычно делаю, обычно не делают, но лучше это сделать. Нам надо поставить Overprint на черный текст. То есть мы берем, выделяем Ctrl-A, идем в меню файл, sorry, Edit Colors, вырепим Black. И мы применяем ко всем черным текстам, черным линиям 100% для того, чтобы не было вырезки по черным текстам. Нажимаем ОК. Все. У нас в Ахименесе название заблокировано. Мы нажмем Ctrl-2 или объект Unlock All. И он разблокируется. Это желательно сделать, чтобы типографии не было проблем. Вот, теперь с данным файлом данный файл сможет напечатать любая типография. Абсолютно. То есть здесь нету никаких криминальных вещей, здесь нет никаких прозрачных, здесь нет ничего. Но, повторяю, для того, чтобы это сделать, вам необходимо пересохранить его, для того, чтобы можно было всегда вернуться, исправить что-то. Теперь файл сохранить как Save As. Мы выбираем Illustrator EPS, выбираем Use Artboards 1, 2. То есть Artboards у нас это 1, это 2. И сохраняем. Настройки очень простые. Спрашиваю типографию, какая она принимает, в какой версии она принимает. Ну, я вам скажу так. Сохранив любой версии, вы не ошибетесь. Я обычно сохраняю CS5, потому что CS5 есть у всех, у большинства. Overprint, Preserve, Embed, Include LinkedIn Files. Но не интересует, потому что мы все отрастирировали картинки. нажимаем ОК. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.